Два десятка председателей Советов ветеранов заводов и подразделений КАМАЗа первым делом познакомились с тем, как сейчас работает литейный завод. В цехе чугунного литья им показали, как и какие отливки сегодня делает литейка. Приехавшие ветераны либо вовсе никогда не были на этом производстве, либо посещали его очень давно. По их словам, изменения более чем очевидны. Сегодня, конечно, у вас и культура производится намного, намного, намного по сравнению с теми годами. Выше, лучше и воздух чище. Без этого мы никуда не денемся. Если мы хотим идти вперед, то мы должны оборудование менять, делать новые технологии. В противном случае мы будем там, где-то сзади. А надо идти вперед. Чтобы быть поближе к производству, Совет ветеранов взял за правило собираться не только в своем офисе. Они посещают все, без исключения предприятия. В конце прошлого года такая выездная встреча прошла на заводе двигателей. Каждому, кто проработал в компании по 40 и даже по 50 лет, очень интересно, что, где и как изменилось. Во-первых, я думаю, быть в тренде всегда полезно. Это в любой ситуации. Но за последние годы такие большие изменения произошли, что даже те, кто работал на конкретном производстве, приходят сюда вновь через 10 лет. И многие не узнают того, что тут было, тех изменений, которые произошли. Главная задача таких выездных конференций – обмен опытом по организации работы с ветеранами. Это касается как конкретного предприятия, так и всей компании. Не забывают и о достижениях самих ветеранов. Заместитель главного инженера литейного завода по развитию Владимир Гагунов отметил труды старшего поколения полвека назад. Этим наследием успешно пользуются до сих пор. Грамотно спроектировано это все было. Ну вот, 50 лет работаем и дальше будем продолжать работать. Наша задача – сделать производство или модернизировать производство так, чтобы еще ближайшие минимум 50 лет производство работало. И также говорили о том, что мы не ошиблись в том, что мы выбираем, в том, что мы делаем. Прошедшее выездное заседание Совета ветеранов стало первым в этом году. Следующий на очереди – Кузнечный завод. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КамАЗа.